Почему я останавливаюсь настолько на своём внешнем виде, вы дальше сейчас поймёте. Просто, ну, в заведении я себя чувствовала даже как-то неудобно, в эмоциях приближалась, а я вот так вот, короче, отдалялась. Девочки, мальчики, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Жанна, и сегодня у нас видео, как вы поняли, из названия о моём неудачном свидании. Я заметила подобную рубрику у Евгения Эванса, мне он очень нравится, очень приятный парень, и обожаю смотреть его видео про свидания. Поэтому я немножко решила разнообразить контент на своём канале, да, и рассказать вам какие-то истории, которых у меня просто огромное множество, про какие-то неудачные свидания. Я решила, что почему бы и нет, почему бы вам не рассказать, не поделиться, тем более в вопросах своей какой-то личной жизни. Я перед вами уже открылась, и для тех, кто не видел видео, у меня есть плейлист на канале с болтологическими видео, да, для тех, кто меня хочет узнать немножко как личность. Итак, с чего всё началось? Познакомились мы на сайте знакомств, это было много-много лет назад, и тогда ещё не было всяких приложений, не было всяких тиндеров, но там в каком-то вялотекущем расстаточном режиме просто общалась, переписывалась, вот, и однажды мне написала девушка, мы стали просто общаться, и мне она показалась очень умной и начитанной, да, и в то время я считала, что это, ох, какой классный жизненный, скажем так, плюсик. Блин, классно, то есть мы несколько дней пообщались, и она меня позвала, и она меня позвала куда-то посидеть, попить кофе, я такая вообще типа супер, в общем, естественно, на свидание, да, я там собралась, не знаю, короче, платье надела, накрасилась. И в профиле у неё никакой такой подозрительной особой информации себе не было, то есть, ну, профиль такой немногочисленный, единственное что, там было написано «феминистка», она думала, вообще, феминизм просто прекрасный, я такой человек, который тоже там радует за права женщин, я очень рада, что благодаря феминисткам у женщин там есть право голосовать, там, скажем так, занимать те же должности наравне с мужчиной, вообще очень-очень много плюшек, которые исторически делали феминистки, поэтому, скажем так, в контексте этой истории я считаю важным, именно обозначить своё, скажем так, отношение вообще в целом к феминизму. Девочки, что же у нас происходило дальше? Прихожу я в назначенный день, в назначенное время, она уже там сидела, честно, пришла при параде, понимаете, королева такая, вот, и, о, боже мой, я помню, это была зима, у меня были сапоги на каблуках, девочки, я ещё и на каблуках пришла. Почему я останавливаюсь настолько на своём внешнем виде, вы дальше сейчас поймёте. В общем, мы там начали с каких-то таких банальных вещей, там, с поводу, кто кем работает, кто чем увлекается, какие-то хобби, знаете, какие-то вещи, которые уже проговаривались в переписке, да, всегда вообще-то вам советую дополнительно ещё, скажем так, эти моменты уточнять. Мы обсуждали и общались по поводу книг, по поводу всяких каких-то таких интересных, скажем так, вещей, да, и на лишнюю тему пока что не переходили, там, первые, наверное, полчаса. И потом чёрт меня побрал, я, в общем, говорила, задала вопрос, как она пришла к тому, чтобы, да, встречаться с женщинами. Каждую последующую минуту у меня просто девочки отпадало нахер челюсть. Она занимала руководящую должность, она была достаточно успешной в жизни по моим меркам, ну, и вообще по всем меркам. И тут как бы началось с девочками. Первое, что она рассказала, это то, что на протяжении долгого своего этапа в жизни она жила с одним, со вторым, третьим парнем. Я такая, подожди, вы можете сейчас удивиться на этом моменте, да, почему я так, типа, говорю, стоп-стоп-стоп. А я такая думаю, блин, а чё ты тут вообще со мной делаешь? У меня есть такая достаточно принципиальная позиция, я бы никогда не стала просто встречаться, иметь какие-то романтические порывы, позывы с человеком, у которого там, ну, скажем так, были какие-то гетеросексуальные отношения в силу того, что мне это неинтересно. Мне неинтересно быть с партнёром, может быть, это мой личный, да, какой-то заёб и так далее, но мне неинтересно быть с партнёром, который был до этого в гетеросексуальных отношениях. Вот, и у меня очень многие люди из нашего комьюнити, да, они, естественно, поддерживают такой проект, потому что очень многие из них там, скажем так, имели отношение там с каким-то натуралками, ещё что-то, и это заканчивается девочкой. Ну, в 99% случаях это достаточно печально заканчивается всегда. Мои вкусы достаточно специфичные, и поэтому для меня эта информация, скажем так, на очень удивила, потому что она не выглядела ни по внешности, ни по своему поведению, как человек, у которого были отношения с парнями. И, соответственно, я такая думаю, подожди, подожди, дорогая, стоп-стоп-стоп-стоп. Она начала рассказывать о том, что какое-то количество времени она жила с этими парнями, и, в общем, каждый из них это был каким-то абьюзером. А потом она пришла, узнала, что есть такое понятие, как феминизм, и потом она говорит, я вообще, типа, радикальная феминистка, да, я род фэм. И я на тот момент вообще ничего не знала, ну, думаю, радикальная феминистка. Наверное, такие яростные особо, но девочки нет. В общем, она начала мне рассказывать о том, что волосы женщину удаляют, убирают в угоду мужчинам, в угоду их мужским, скажем так, представлениям, да, о том, как должна выглядеть женщина. Но при этом сами они волосы не убирают, и тем самым они показывают свою доминирующую позицию. Потом же попозже с развитием бодипозитива, с огромным количеством постов в интернете, с покрашенными подмышками Мадонны, да, мы все уже поняли, что как бы удалять, не удалять волосы, это выбор лично каждой девушки. Но тогда это, блин, ну, я не знаю, очень давно волосы. Для меня это было вообще, ну, не то чтобы шоком, там, что кто-то не удаляет волосы. Пожалуйста, это дело каждого. Но, скажем так, информация о связи удаления волос и тому, что нужно выглядеть, что, да, девушки это делают для того, чтобы удовлетворить мужское желание выглядеть как... Это цитата на секундочку, что, типа, выглядеть как маленькая девочка. Поэтому все удаляют везде волосы. Я такая, эээ, чё, бля? Окей, думаю, у каждого свои недостатки, как говорится. И её просто понесло на тему радикального феминизма. И дальше она начала рассказывать о калечащих бьюти-процедурах, которые делают женщины. Ну, я сразу, естественно, подумала, да, про ботокс и про уколы красоты. А про что ещё можно подумать? Но нет, калечащие бьюти-процедуры — это то, что женщины наносят тональный крем, то, что они наносят, там, короче, туши и так далее, вред туши для глаз, там, ещё что-то. И тут сижу я, её радикально настроенные взгляды, да, по поводу макияжа, по поводу того, что женщины уходят на каблуках, они находятся в более слабой позиции, они как-то не могут убежать от мужчины. Меня эта информация, честно говоря, повергла в шок. Особенно вот эта вот связь между тем, что она сказала вот про калечащие бьюти-процедуры, это девочки цитата. В частности, она относила к этому макияж. Меня просто удивило, что это был достаточно агрессивный, скажем так, пассаж, да, в мою сторону. Ну, блин, я сижу на красной. Но больше меня всего удивило, что она же видела на фотографиях, как я выгляжу. Она же видела, что я накрашенная, да. И тогда, естественно, у меня там ни пластики не было, ни губ, ничего такого. Но сам факт, девочки, сам факт того, что, блин, она же видела, что, ну, я красилась, я красилась, я там типа в платье или, ну, в чём-то таком, да, достаточно, скажем так, очерчающей мою гендерную принадлежность, да, по каким-то таким моментам. Можно было понять, что девочка достаточно традиционного внешнего вида. Она что-то рассказывает, что женщина это делает под влиянием какого-то вот этого нашего патриархального общества, и что нужно от этого избавляться, нужно ломать систему, ломать стереотипы, и ни в коем случае не идти в угоду мужчин. Она рассказывала, что она там на работе в своей серии, и она говорит, что, вот, блин, я являюсь начальником такое количество времени. Мужикам вот этом, вот этом, вот этом на работе ему дают повышение, а мне не дают повышение, только потому, что я девушка. Я, конечно, в карьерных вопросах, скажем так, не эксперт, но она это говорила с такой экспрессией, с такой, это девочка, это был не диалог, это был монолог, потому что моё лицо во время этого всего, что я слышала, это было вот так вот. Её опыт с мужчинами, он не то, чтобы был каким-то сильно негативным, то есть она ничего такого не рассказывала, но она поняла, что придя в Ред Фэм, что с мужчинами ей вообще не попыли. И придя в Ред Фэм, и поняв, что то, что мужчина там гендерно от неё, скажем так, чего-то ожидает, её как личность, да, опять же, она поняла это исключительно, придя в Ред Фэм, что её как личность это как-то очень сильно разлагает, что ей это категорически всё не нравится, и она поняла, что все её партнёры, это вот в радикальном феминизме, они каким-то, скажем так, словом, они обозначают мужской пол. Я не помню каким, но по-моему, словом на букву М, если меня не подводит в память. Больше всего меня удивили истории про, скажем так, её сообществ, да, из радикального феминизма, которые, скажем так, испытывали влечение к мужчинам, но из-за приверженности радикальному феминизму, да, и крайне, скажем так, агрессивному к этому настроенному делу, находили решения в том, чтобы быть женщинами. И она объяснила, опять же, да, то, что после того, как она пришла в радикальный феминизм, она поняла, что всё равно даже какой-то мягкий покладистый уволень, который будет лежать на диване, всё равно он будет её абьюзить, и всё равно он будет её как-то, скажем так, унижать просто, я не знаю, своим нахождением в одном с ней помещении, и её это будет крайне как-то калечить, вот, и поэтому она решила, что она вот, как бы, решила себе найти спутницу жизни. Более того, она мне рассказала, что у Red Femm это достаточно часто вообще история, когда они из гетеро каких-то отношений, после того, как они приходят в радикальный феминизм, они решают просто поменять ориентацию и жить с девушкой. Опять же, в силу того, что у них достаточно большое и достаточно агрессивное неприятие вообще мужчин. И я вам сейчас рассказываю информацию, ну, скажем так, да, уже спустя года, я не помню каких-то подробностей, я вот просто вам в общих чертах передаю, но то, что я слушала, это просто взрыв мозга. Более того, вот, она рассказывала про её сообщение. Однопартийцы, женщины, да, радикальные феминистки, они испытывают какую-то привязанность, да, к мужчинам, вот, эмоциональную, физическую и так далее. Но придя даже в Red Femm, вот, они решают проблему, да, следующим образом. Бывалые подруги, да, они советуют в этих всех сообществах, я тоже в них была, да, то есть, после этого свидания, естественно, девочка, мне тоже стало интересно, что ж такое радикальный феминизм. Окей, что такое феминизм? Я знала, что такое радикальный феминизм. Я вообще просто понятия не имела до этого, блин, свидания. Оказалось, что это достаточно частая практика, когда женщина испытывает даже влечение к мужчинам, но при этом она является Red Femm-кой, то сообщеницы по Red Femm советуют, ну, скажем так, пользоваться исключительно для удовлетворения каких-то физических своих потребностей с мужчинами, но ни в коем случае не влюбляться, эмоционально не вовлекаться в эти отношения и как-то, ну, скажем так, пользоваться только для дела этим всем и ни в коем случае не для чего другого. Я когда это услышала, то есть я понимаю, что башня, ну, она немножко протекает, да, когда человек скроет свою жизнь на основе каких-то партийных, просто, честно говоря, убеждений, потому что то, с каким запалом, с каким задором, она мне рассказывала про радикальный феминизм, феминисток и людей, которые уважают права женщин, да, они вообще никто и грязь под ногтями у радикальных феминисток. В общем, девочки, я это всё сижу, я понимаю, что с каждым новым рассказовым фактом она просто заводится, но больше всего девочки меня просто поразило, она мне говорит, ну, вот смотри, я когда ещё на метро ездила, я заметила такую вещь, ты никогда не замечала, что мужики в метро, они сидят широко раздвинув ноги? Я такая эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ либо в каком-то общественном транспорте, они пытаются доминировать над женщинами, сказать, скажем так, кто тут папка. Я такая после этой информации Даня переваривала, и в то время я тоже, ну и сейчас тоже очень часто пользуюсь метро, когда я в центре. Я реально начала замечать, что они так сидят, понимаете? Если бы я, наверное, с ней немножко подольше пообщалась, то я бы тоже говорила терминами про мужчин на букву Н, шугу, видела дискриминацию. Боже мой, она мне такое количество привела вариантов дискриминации, которые, может быть, в нашем обществе только потому, что это женщина. Да, частично с каким-то моментом я согласна, но всё остальное, честно говоря, это просто какие-то больные фантазии, типа, что мужики, скажем так, пытаются доминировать тем, что они раздвинули ноги. Но обычно так просто принято сидеть. Но больше всего девочки, у меня убила информация, что она решила всё-таки остановиться на женщинах в силу того, что она пришла в радикальный феминизм и поняла, что с мужчинами она больше не хочет быть. Хотя до этого, как она не знала, что такое родфем, ну, как бы она же всё-таки жила, да, после первого парня, после второго, после третьего. Дело шло. Поток этой речи, девочки, это просто, честно говоря, лекция. Она была на повышенных тонах. Мне, я уже просто, ну, в заведении всё чувствовала, даже как-то неудобно. Ну, вот каждый раз, когда она там, ну, что-то пыталась мне эмоционально рассказывать, она, типа, ко мне, ну, друг напротив друга сидела. Она вот так вот в эмоциях приближалась, а я вот так вот, короче, отдалялась, да, потому что мне не хотелось видеть рядом себя какую-то очень эмоциональную женщину. Я такая, алё, не надо, не надо. Наверное, это всё проделалось часа два, и я все эти просто два часа, я такая в моей голове, то есть я даже, честно говоря, она настолько оголтела, говорила об этом всём, что у меня даже не было никакой паузы, у меня не было вообще никаких вариантов ставить какие-то свои моменты. Более того, меня как человека, то есть, да, у меня вот это вот совершенно, ну, вот это, потому что женщина красит и так далее, тут я, да, сейчас уже накрашенная, ну, могу ли я не воспринимать это на свой счёт? Я считаю, что лично я не могу. Поэтому, поэтому, девочки, вот такое вот у меня было седание, естественно, ну, как бы это было первое и последнее, да, больше мы не общались, то есть я как бы больше решила не поддерживать эту связь. Это не связь, что-то я громко это сказала, нет, ну, это просто, типа, знакомство там встретились, пообщались. У меня вот эта голова от вот этих всех, скажем так, от вот этих всех приколов, которые она мне рассказала, то, что женщины бреются из-за в угоду мужчинам, там, да, они в угоду того, что так правильные, и, там, да, для каждой отдельной женщины, естественно, да, и каждая сама решёт удалять волосы, не удаляя. Я никогда ещё в жизни не встречала настолько радикально настроенного феминизма, да, в своей жизни, поэтому мне будет очень интересно послушать, что вы думаете про эту историю, вообще стоит ли снимать подобные истории или нет, или всё-таки мы с вами сконцентрируемся на волосах. Всем спасибо за просмотр, девочки, и всем пока!